Сначала камешки, сначала мелом. Я начала рисовать мелом, в голове сразу эскиз появился, то есть без бумажки, без всего. Полторы недели ушло у Людмилы Вавиловой на эту стену. За ней расписало еще несколько. Рассказывает, все детство ходила по художественным кружкам и школам, но в этот раз нашло отнюдь не вдохновение. Так Людмила выпустила стресс. На это повлияло. Три грустные причины. Первое, каждый год мы летаем в Крым. В этом году не получилось из-за сложности с транспортом. Второе, почти одновременно с этим не назначили операцию на сустав. Третье, после операции двухмесячная реабилитация по возвращении домой Людмила обнаружила. Кто-то расписал подъезд черной краской. Как сказал Джек Лондон, не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с дубинкой. Вот она меня и догнала. Или она. Взяла белый акрил, десяток колеров. На финишное покрытие лак. По часу или два в день рисовала прямо на костылях. Глициния, пальма-юка, камсис, дельфины, кирпичная кладка. Воспоминания о теплом и невоплощенном Крыме теперь греют здесь. Хотя обычно Людмиле не нравятся собственные работы. Очень самокритично. Я могла психануть и, например, все стереть, но мне не дали. Я бы разрисовала до первого этажа все. Было бы желание соседей и были бы деньги на краски. Финансов не хватает. Окружающие поддерживают и сыплют идеями. Например, это выполнено по заказу соседам. Мы все очень близко к военному радарому и нам эта вся тематика близко. Это военно-транспортный Ил-76, тяжелый самолет. Как это может не нравиться, когда это поднимает настроение, радует глаз. Кому это может не нравиться? Внучка с дочкой у меня приходит. Очень довольна всегда. Всегда доволен творчеством мамы и солнечный ребенок Миша. Он, говорит Людмила, для нее больше поддержка и опора, чем она для него. Вышел мой сын, посмотрел. Я нарисовал своих супергероев, любитель марвелов, подписал каждого и ушел домой. Я вообще не любитель, чтобы со мной тут разговаривал, когда я рисую. Я в одиночку. Например, слышу, кто-то идет. Я тихонечко домой ухожу, пережду. Единственный, кто наблюдал за всем процессом, стал главным героем картин. Кот Пусик. Теперь он же символ, который прохожие гладят на счастье. Алина Марычева, Сергей Тютин, телекомпания БАРС.